Русские на той стороне. На той стороне, а чушь. Нам страшнее было, когда они были неадекватные люди. Сергей – житель Херсона. Раз в несколько дней он запасается водой из Днепра, технической. Это правый берег Днепра, и с левого он уже несколько дней постоянно обстреливается. Однако люди все равно идут за водой. Другой в городе нет. Мария Жданова, жительница Херсона, уже в другом районе города, тоже на берегу Днепра, запасается еще и питьевой водой. Местные бизнесмены разрешили населению брать ее бесплатно. Люди говорят, в таком режиме они уже около месяца без света, воды и отопления. Все, что получают в качестве гуманитарной помощи, расходуют очень бережно. Умилились все, а купаться подождем. Так, помилились немножко. Детвору купаем каждый день. Это страшно, но мы ощущаем такую свободу от того, что пришли из ССУ, от того, что пришли наши парни. Это такое большое сердце. Ты ехала по городу, и это такое сердце больше от тебя. И оно рвется до тех солдат, и хочется обнимать им, сказать добрые слова. А это центр Херсона. На улицах полно людей. Многие выходят в город за гуманитарной помощью или просто, чтобы подзарядить телефоны. Уже несколько дней тут работают так называемые палатки несокрушимости. Тут тепло и есть электричество от генераторов. Местные власти говорят, о принудительной эвакуации речь не идет. Пока что. Глобальная эвакуация не предбачивается, хотя мы работаем над такой возможностью и за необходимостью. Если мы будем видеть серьезное погибло ситуации, а если не будут решены коммунальные проблемы, и мы увидим, что людям нет возможности находиться, то, конечно, такое решение будет принято. Но на сегодняшний день мы делаем все для того, чтобы вернуть жизнь именно сюда. Украинские военные прогнозируют, что обстрелы Херсона российской армии будут только усиливаться. ВСУ готовится к шквалу ударов. Командир одной из воинских частей, которые первыми вошли в Херсон после освобождения, просматривает с помощью коптера позиции противника на левом берегу. Затем снайперы ВСУ пытаются уничтожить позиции российских военных, стреляя с правого берега. Расстояние более тысячи метров. Говорят, в данный момент российская армия занимает оборонительные позиции по всей линии левобережья Днепра. Туда же подтягиваются и резервы. С каждым днем все больше и больше обстрелов города начинается. В частности, береговые линии и окраин города. Они начинают обстреливать, обстреливать. Рано или поздно эта бомба взорвется и пойдет боестолкновение по полной. Потому что противник подтянет уже все резервы, займет линию своей обороны. И всегда так делают. Пока что, несмотря на усиление обстрелов и отсутствие коммунальных услуг, очередей на выезд из Херсона нет. Местные жители говорят, кто хотел выехать, уже давно это сделал. Теперь большинство из них готовится к тяжелой зиме, но дома. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok